В Карабахе продолжаются антитеррористические меры, обезврежены очередные артиллерийские установки формирования вооруженных сил Армении. Президент Узбекистана с трибуны Генассамблеи ООН призвал к расширению сотрудничества с Центральной Азией. По его словам, у стран одно прошлое и общее будущее, совпадающие жизненно важные интересы. В Астрахани завершил свою работу 8-й Каспийский медиафорум. Участники обсудили состояние перспективы народной дипломатии Каспийского региона, а также рассмотрели возможности для расширения взаимодействия. Кыргызстан приобрел два самолета для гражданской авиации. Они будут использоваться для внутренних авиарейсов. До этого момента все авиаперевозки в Кыргызстане осуществляли частные компании со своим авиапарком. Вооруженные силы Азербайджана продолжают антитеррористические мероприятия в Карабахе. Подразделения вооруженных сил Армении покидают фортификационные сооружения, сосредотачиваются в населенных пунктах. Согласно заявлению Минобороны Азербайджана, в аккаунтах армянских соцсетей активно тиражируется дезинформация о том, что якобы вооруженные силы Азербайджана обстреливают гражданские автомобили, машины скорой медицинской помощи. Оборонное ведомство подчеркивает, что те необоснованные утверждения можно опровергнуть с помощью современных информационных технологий. Ведомство не исключает, что противник планомерно осуществляет подобные преступления и обвиняет в этом Азербайджан в цели уформирования неправильного мнения в международном сообществе. Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, начиная с 19 сентября продолжаются локальные антитеррористические мероприятия вооруженных сил Азербайджанской. В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении. Карабах – это территория Азербайджана и иной статус для него неприемлем. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган, выступая на 78-й Генеральной Ассамблее ООН. Турецкий лидер отметил, что рассчитывает на быстрое мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, напомнив при этом, что Карабах является азербайджанской территорией. Вместе с тем, Эрдоган подчеркнул, что считает неприемлемыми варианты урегулирования, которые бы не признавали Карабах территорией Азербайджана. Турецкий лидер, говоря о своем видении будущего Карабаха, предположил, что это должна быть территория, где все, включая всех армян, могут существовать на азербайджанской территории. «Весь мир признаёт Карабах территорией Азербайджана. За рамками этого никакой другой навязываемый для него статус никогда не будет принят. Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Азербайджаном, и идём вместе под лозунгом «Одна нация – два государства», защищая свою территориальную целостность. «Это историческая возможность для установления мира, спокойствия и сотрудничества на Южном Кавказе. Чтобы воспользоваться этой возможностью, мы начали процесс, направленный на добрососедство с Арменией и полную нормализацию отношений. Мы также с самого начала поддерживали переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией о нормализации отношений. Однако мы видим, что Армения не может адекватно оценить эту историческую возможность». Анкара ожидает от Еревана выполнения данных обещаний, в частности, открытия Зангизурского коридора. Карабах – это территория Азербайджана, и все это понимают. Лидеры иностранных государств также выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана. С такими заявлениями выступили президент Сербии Александр Вучич и президент Болгарии Румен Радов. «Сербия, как всегда, поддерживает территориальную целостность стран, этих стран, которые члены УН здесь. И надеюсь, что этот принцип всегда будет респектован у нас и в мире. И надеюсь, что наши друзья в Кавказском районе, конечно, и в концу все сделают в мире. Надо избегать войну». «Я был очень воодушевлен, когда президент Алиев и премьер-министр Армении встретились с Шарлем Мишелем. Все мы обеспокоены ситуацией в регионе, потому что Кавказ очень близок для нас и для будущего Европы. И я верю, что мы найдем инструменты для укрепления доверия и для поддержания мира в регионе». Мировые СМИ опубликовали новости об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых Азербайджаном в Карабахском регионе. Издания разных стран подчеркнули факт того, что цель данных мероприятий заключается в выводе армянских вооруженных формирований из региона на основе соглашения о прекращении огня, достигнутого после войны 2020 года. Внимание мирового сообщества приковано к ситуации в Карабахе. В статье издания «Дели Пакистан» говорится, что Азербайджан начал осуществлять антитеррористические мероприятия в Карабахском регионе, при этом доведя до сведения информацию об антитеррористических мероприятиях государственных структур, в том числе Министерства обороны Азербайджана. Было также отмечено, что с учетом того, что формирование вооруженных сил Армении разместили огневые средства близ населенных пунктов, Министерство обороны Азербайджана призвало находящиеся на территории гражданское население держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирование вооруженных сил Армении. В статье, опубликованной в немецкой газете «Зюдотче Цайтунг», процитирована информация Министерства обороны Азербайджанской республики. Подчеркивается, что Азербайджан в целях восстановления конституционного строя в регионе осуществляет антитеррористические мероприятия локального характера. Их цель заключается в выводе армянских вооруженных формирований из региона на основе соглашения о прекращении огня, достигнутого после войны 2020 года. Газета «Телеграф» также со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана отмечает, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не берутся на прицел, что благодаря применению высокоточного оружия выводятся из строя лишь легитимные военные цели. В сообщении также приведено заявление администрации президента Азербайджана. Доводится до внимания готовность встретиться в городе Явлах с представителями армянского населения, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана. В данном заявлении особо подчеркивается, что для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные отряды должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим самораспустится. Российская пресса также широко освещает антитеррористические мероприятия Азербайджанской армии. В статье, опубликованной в газете «Московский комсомолец», отмечается, что Министерство обороны Азербайджана рассматривает мероприятия локального характера как меры по установлению в Карабахе конституционного строя и выводу незаконных формирований вооруженных села Армении с территории Азербайджана. Аналогичные информации поделились и известия Forbes.ru, Коммерсант и РБК. В информации, опубликованной на испанских порталах ФРТВ, Нотимирика, Инфобия, итальянском Либире Кватидиано отмечается, что Министерство обороны Азербайджана осуществило антитеррористические меры после гибели в результате террористических актов шести человек, в том числе четырех сотрудников полиции. В сообщениях говорится, что администрация президента Азербайджана заявила о продолжении антитеррористических мероприятий до тех пор, пока армянские вооруженные формирования не поднимут белый флаг, не сложат оружие и не будет самораспущен незаконный режим. В публикациях отмечается готовность Азербайджана к переговорам с армянским населением Карабаха. Особо подчеркнуто создание Министерства обороны Азербайджана гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения. Беновщина Азарова, Си-Би-Си. Итак, в Нью-Йорке прошел первый саммит глав государства Центральная Азия и США. Президенты обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, глава Казахстана указал на возможности для американских компаний в таких сферах, как разработка полезных ископаемых, альтернативная энергетика, обрабатывающая промышленность и других отраслях. Президентом Узбекистана были обозначены такие направления сотрудничества, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, развитие транспортных коридоров, продвижение «зеленой повестки». Глава Кыргызстана указал на важность для экономической стабильности развития сотрудничества в энергетической сфере. Так, в этом году Бишкек выдвинул инициативу по реакторизации внешнего долга, в том числе за счетом проектов «зеленой экономики». Кроме того, ряд важных заявлений главы центрально-азиатских стран сделали в своих выступлениях на Генассамблее ООН. Общие темы – инфляция, мироразвитие торгово-экономических связей, климатические изменения. Так, по словам президента Кыргызстана, цена на продукты питания находится на уровне невиданном за последние 60 лет. По данным Международного валютного фонда, изменения могут привести к 7-процентному снижению мирового ВВП. Напомнил он. Происходящие глобальные процессы, с одной стороны, оказывают непосредственное влияние на стабильность и безопасность в центрально-азиатском регионе, а с другой – повышают ее роль и значение. Укрепление отношений со странами региона является высшим приоритетом для нашего государства. В последние годы региональное сотрудничество развивается по всем направлениям. Мы прерваем наш эфир для того, чтобы перейти к трансляции Министерства обороны. СИЛАХЛИ КУВВЕЛЯР СИЛАХЛИ КУВВЕЛЯР СИЛАХЛИКИ СИЛАХЛИ КУВВЕЛЯР 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 2. Продолжение следует... 2. Продолжение следует... 2. Продолжение следует... 2. Продолжение следует... 3. 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 Продолжение следует... 4. Продолжение следует... 4. Продолжение следует... 4. Продолжение следует... 4. Продолжение следует... 5. Продолжение следует... 5. Продолжение следует... 5. Продолжение следует... 5. Продолжение следует... Казахстану и всем соседним странам удалось решить многие проблемы, связанные с государственными границами, транспортными коридорами и водопользованием. Взаимная торговля между странами региона за последние годы выросла в 2,5 раза, а количество совместных предприятий в 5 раз. Наш регион становится центром экономического развития, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим восток, запад, север и юг. И интерес к нему все возрастает. Шавкат Мерзиоев также выдвинул ряд инициатив, а также подтвердил готовность республики к улыблению широкого и долгосрочного партнерства с институтами Организации Объединенных Наций и всеми государствами. Центральная Азия становится одним из наиболее уязвимых перед изменением климата регионов. Были представлены предпринимаемые Узбекистаном усилия по ликвидации последствий Аральской трагедии. Данные о негативном влиянии изменения климата в регионе и тенденции снижения обеспеченности водой. Поддержано учреждение должности специального представителя госсекретаря ООН по водным ресурсам, создание платформы водосберегающих технологий в Центральной Азии и налаживание системного сотрудничества в рамках принятой в регионе программы «зеленого развития». В связи с этим считаю целесообразным учредить центрально-азиатский климатический диалог. Выступаем с инициативой принятия резолюции Генассамблеи ООН «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз. Солидарность во имя общего процветания». Ее основные положения предлагаем обсудить на Международном климатическом форуме, который пройдет в Самарханде в следующем году. Президент Кыргызстана на полях Генассамблеи ООН провел встречу с главой Таджикистана Садыр Жапаров и Эмамали Рахмон обсудили приоритетные направления и перспективы кыргызско-таджикского двустороннего взаимодействия, в том числе двустороннего и многостороннего сотрудничества. Отдельное внимание стороны уделили вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, а также менялись мнениями по другим темам. Между тем в Астрахани завершил свою работу 8-й Каспийский медиафорум с участием представителей из пяти прикаспийских стран. В этом году форум был посвящен теме общественной дипломатии и социальной медиа как фактор сближения народов. Участники обсудили состояние и перспективы народной дипломатии Каспийского региона, а также рассмотрели возможности для расширения взаимодействия. Итоги форума для телеканала CBC подвел его участник, политолог Эльгар Велизаде. Прошедший в Астрахани 8-й Международный Каспийский медиафорум еще раз продемонстрировал желание всех государств регионов взаимодействовать в рамках формирования общей информационной повестки. И те вопросы, которые обсуждались в ходе этого мероприятия, являются актуальными для всех государств Каспийского региона. В частности, речь шла о перспективах формирования единой логистической сети в рамках Каспийского региона. Прежде всего обсуждался вопрос развития трансмагистрального международного маршрута Север-Юг. Кроме того, в центре внимания, как всегда, как обычно, на подобного рода мероприятиях, была информационная повестка Каспийских государств, взаимодействие средств массовой информации для получения объективной, достоверной информации, происходящей в государствах участников. Азербайджанская делегация сконцентрировала внимание на вопросах, связанных с участием Азербайджана в реализации крупных международных транспортных проектов, с участием азербайджанских средств массовой информации в формировании общекаспийской информационной повестки. Были затронуты вопросы, связанные с объективным освещением процессов, которые происходят в частности в Южном Кавказе. К сожалению, в последнее время есть попытки исказить суть процессов, которые происходят на Южном Кавказе, излишне политизировать ряд вопросов, создать дополнительную напряженность в регионе. И отдельные средства массовой информации выступают в качестве инструмента такой политики. Представители азербайджанской делегации обратили необходимость на купирование рисков, исходящих из подобной практики. И поэтому получение достоверной, правдивой информации об Азербайджане, что называется, из первых уст, являлось основной задачей представителей азербайджанской делегации на медиафоруме. Широко обсуждались вопросы, связанные с функционированием логистической инфраструктуры в регионе. В частности, было обращено внимание на возможность сопряжения крупных региональных международных транспортных маршрутов, таких как север, юг и восток, запад. Азербайджан выступает в качестве связующего звена этих маршрутов. И именно на азербайджанской территории эти маршруты пересекаются. было обращено внимание на перспективы Зангизурского транспортного коридора, поскольку Зангизурский транспортный коридор способствует повышению транзитного потенциала не только Азербайджана, но и других государств, которые принимают активное участие в обсуждении перспектив реализации этого проекта. Устойчивый интерес к идее Зангизурского транспортного коридора демонстрируют все участники Каспийской пятерки. Это говорилось как в кулуарах, так обсуждалось, эта тема обсуждалась также в рамках сессии, отдельной сессии. И необходимо отметить, что скорейшая реализация этого проекта, она усилит взаимодействие между государственными участниками региональной транспортной сети, обеспечит создание условий для экономического взаимодействия между государствами региона, Каспийского региона на длительную перспективу. Здесь не только речь идет о государствах Каспийского региона, но и тех государствах, которые тесно связаны с государствами Каспийского моря, теми государствами, которые выстраивают свои отношения с Каспийскими государствами, таким образом, чтобы их экономический и транзитный потенциал также был востребован и в полной мере реализован. На дискуссионной площадке Каспийского медиафорума обсудили и роль Каспийского кластера в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». Подробности нам рассказала моя коллега Елена Косолапова. Международный транспортный маршрут «Север-Юг» существует уже более 20 лет, однако все эти годы он большой популярностью не пользовался, потому что были другие маршруты, они хорошо работали. Однако последние геополитические события, санкции против России, изменения транспортных цепочек заставили присмотреть взгляд на этот маршрут. В России сейчас его называют приоритетным. Сегодня на форуме выступали и помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин и заместитель министра экономического развития Дмитрий Бальбач. Они оба говорили о том, что России придает сейчас очень большое значение развития этого коридора, что этот коридор должен превратиться в проект для развития всего региона. В принципе, уже мы видим первые результаты только за прошлый год. Кодоперевозки по этому маршруту увеличились в два раза до 14,3 миллионов тонн. Если говорить про российский экспорт и импорт, то импорт через порты Астрахани увеличился на 44% за 7 месяцев этого года, а экспорт увеличился, опять же, через порты Астрахани аж на 77%. И в 2022 году этот коридор действительно стал международным. Он перестал быть тем коридором, в котором перевозятся только товары в рамках Каспийского региона, но эти товары уже стали идти в удаленные страны, Индию и так далее. В перспективе он этот маршрут также позволит выйти на страны Африки, Восточной Азии, Ситского залива и в Минске очень многих регионов. В Казахстане проходят сборы с военнообязанными в запасе. В этом году Министерство обороны страны призвало полторы тысячи резервистов со всех областей. С ними будут проводить занятия по боевой подготовке в течение одного месяца. По закону Казахстана за военнообязанными не только сохраняются их рабочие места, но и выплачивается зарплата. Димаш Низам расскажет подробности. В вооруженных силах Казахстана проходят учебные сборы военнообязанных в запасе. Это те граждане, кто уже прошел срочную службу в армейских структурах, но был призван на переподготовку. По военноучетной специальности и общевойсковым дисциплинам в течение месяца пройдут около полутора тысяч человек. Сборы пройдут в мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделениях. Из Департамента по делам обороны Астаны войсковую часть отправили 78 человек. Их обучают по таким направлениям, как организация охраны и охрана объектов, борьба с диверсионными группами. Формирование рот охраны должно быть завершено как можно быстрее. Среди призванных есть работающие люди, но они спокойно оставляют свои рабочие места, потому что за ними сохраняются средние зарплаты. Безработным резервистам также выплачивают минимальную заработную плату за счет государства. Из полутора тысяч запасников – около 200 офицеров и 275 сержантов. Остальные – рядовые. «В первую очередь, это долг каждого гражданина Казахстана. Местные исполнительные органы выполняют работы по организации. В Астане много важных объектов, и мы внесем свой вклад в их охрану. Нам повысят звания и наберемся опыта. С этой целью мы и прибыли на эти сборы». Призванных на сборы военнообязанных казахстанцев размещают в полевом лагере, обеспечивают питанием и амуницией. В случае внешней агрессии резервисты смогут влиться в отряды территориальной обороны в боевых условиях. Минобороны Казахстана в 2023 году планируют поставить на воинский учет 110 тысяч юношей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Глава государства во время выступления с посланием к народу Казахстана в начале сентября заявил, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности и реагирование на угрозы должны стать приоритетами государственного значения. Страна должна готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. Кыргызстан приобрел два самолета для гражданской авиации. Это первый случай за всю историю страны. Купленные самолеты будут использоваться для внутренних авиарейсов. До этого момента все авиаперевозки в Кыргызстане осуществляли частные компании со своим парком. Об усилении гражданской авиации в Кыргызстанской республике расскажет наш корреспондент Бишкеки Екатерина Токамбаева. Региональные рейсы впервые в истории гражданской авиации Кыргызстана теперь будет осуществлять государственная компания. Для этого страна закупила два самолета общей стоимостью 12 миллионов долларов. Это первые самолеты, которые приобрел Кыргызстан за счет собственных средств. Это бомбардер Q400 Dash 8. Это турбовинтовые самолеты вместимостью 80 человек. Сейчас вообще мировая авиация, именно региональные самолеты берут в основном именно турбовинтовые двигатели, потому что оно очень сильно влияет на экономику. Приобретенные самолеты в первое время будут использоваться только для осуществления внутренних рейсов. Со временем государственная авиакомпания планирует запустить рейсы и в ближайшие зарубежные города. Первым в этом списке значится китайский урумчи. Самолеты поступят в страну в начале мая следующего года. Сейчас они находятся на заводе производителя и подгоняются под стандарты кыргызской гражданской авиации. Мы увеличиваем там посадочные места. То есть базовые комплектации, если я не ошибаюсь, около 76 мест идут. Мы их увеличиваем до 80. То есть это тоже влияет на экономику очень положительно. Во-вторых, мы устанавливаем кислородную систему. Так как у нас страна горная, и по требованиям гражданской авиации самолеты должны быть оснащены кислородной системой. И мы устанавливаем туда кислородную систему. Эта работа требует времени и очень большой объем работы надо проделать. Последние три года власти Кыргызстана стали уделять повышенное внимание гражданской авиации. Модернизируются региональные аэровокзалы. Спустя десятилетия простоя вновь запускаются закрытые ранее аэропорты. Сейчас большие работы ведутся в аэропортах Каракола, Тамчи и Паткена. Реконструкция аэропорта Каракол и удлинение взлетной полосы в международном аэропорте Каракол тоже идет очень активно. Уже взлетные полосы на первый этап, на 2400 метров, работа уже практически, основные работы уже проделаны. Сейчас уже в ближайшее время, мы надеемся, что если погода позволит, начнется укладка асфальта. То есть уже на финишинг это уже будем выходить. По зданиям аэровокзального комплекса тоже активно работа проводится. Там уже строители, такой тяжелый строительно-монтажный работ уже настали до завершения. Уже, я думаю, в ближайшее время начнется уже отделочная работа. До конца года планируют запустить еще три региональных аэропорта в Нарыне, Казармане и Таласе. Там уже заканчивается реконструкция. Вместе с этим ведутся переговоры со швейцарской компанией и американскими производителями о покупке еще двух самолетов. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек, Арсений Рябов. Специально для СБС из Кыргызстана. Ну и в завершение в Нарынском государственном природном заповеднике обнаружены петроглифы сакских времен. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана. Уточняется, что исторические находки были обнаружены в ходе экспедиции, проведенной сотрудниками заповедника в начале сентября. По словам участников экспедиции, петроглиф относится к первому, третьему, четвертому или шестому векам до нашей эры. Нарынский государственный заповедник расположен у истока реки Нарын, а также охватывает склон лесного массива хребта Нарын-Тоу. Общая площадь заповедника составляет около 37 тысяч гектаров. Главная задача заповедника – защита и сохранение хвойных лесов и альпийских лугов. На территории заповедника произрастает уникальное в своем роде растение ель-шренка, а также обитает теншанский подвид оленя. Уникальный уголок Кыргызстана – заповедник Бугумарал в селе Ташпашат Нарынского района. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели информационную передачу «За Каспием». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин